Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-эролл, Вала Щук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! И одновременно всем привет! То есть сегодня я опять совмещаю свой блог и свои мысли вслух. 29 ноября я побывал на концертной программе группы «Наутилус Пампилиус» под названием «Гудбай Америка», посвященной 35-летию группы. Мероприятие проходило в Крокусе. И хотя 35-летие «Наутилуса» было два года назад, программу они решили повторить, как говорится, по многочисленным просьбам трудящихся. С интересом просмотрел концерт, и сегодня расскажу вам немного о своих впечатлениях. Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-эролл, Вала Щук СД Ну что я могу сказать, концерт мне понравился. Народу было под завязку. Все-таки их музыка символична для целого поколения советских людей. И я также снова пережил те чувства, которые охватывали всех нас в конце 80-х, уставших от беспросветности застоя и не видевших никаких перспектив в этом номенклатурно-партийном режиме за железным занавесом. Тогда, на закате Советского Союза, песни «Наутилуса» Пампилиуса, конечно же, потрясли всех нас и своей музыкой, и своими бескомпромиссными текстами. Они были честными и жизненно необходимыми, как глоток свежего воздуха. И что еще очень важно лично для меня, так это то, что они были интеллектуальными, написанными людьми с хорошим высшим образованием и пониманием того, что такое современная поэзия. Но такой я человек, не могу слушать разглагольствования всяких ПТУшников. Не тогда не мог, будучи студентом, не тем более сейчас, когда стал доктором наук. «Машина времени» тоже нас потрясла и намного раньше Пампилиуса. Но потрясла она совсем другим. «Машина» и Андрей Макаревич показали, что можно играть и петь рок на русском языке. А также показали, что можно петь не только о партии, комсомоле, чебурашке и любви, в том числе и о любви к родине, а можно петь вообще обо всем, что тебя волнует. Наутилус потряс совершенно другим. Они потрясли своим революционным, пассионарным духом. Честно говоря, я до сих пор восхищаюсь скованными одной цепью. А тогда эта песня меня просто потрясла своей мощью. По протестному потенциалу я бы сравнил ее с интернационалом, поднимавшим людей на баррикады Парижской коммуны или пресни. Думаю, в том числе и благодаря таким песням коммунистический режим в нашей стране прекратил свое существование. Возвращаясь к концерту, хочу отдать должное Вячеславу Бутусову, единственному оставшемуся в группе из того первоначального состава наутилуса 80-х годов. Он умеет создавать энергетическое поле, которое заводит публику, несмотря на, казалось, уже не модную музыку и не актуальность многих политических текстов Ильи Кормильцева, в которых уже нет того мессианского, пассионарного, бунтарского духа, который они носили на закате советской эпохи. Бутусов завел огромный зал Крокуса. Публика серьезно раскачалась, особенно на танцполе, перед сценой, и с восторгом воспринимала каждую песню. Потому что действительно, певец не тот, кто хорошо поет. Это просто вокалист. Певец – это тот, кто умеет создать эмоциональное напряжение, от которого в зал идет мощная энергия. Именно поэтому певец – это в первую очередь неординарная личность. В рок-музыке без этого никуда. Любая рок-группа держится на лидере. Именно его энергетика, а не красивые мелодии, и делают музыку группы привлекательной, завораживающей и заставляет людей ходить на ее концерты снова и снова. В рок-группе можно заменить кого угодно, но только не лидера, который сам сочиняет, играет и поет. Любая рок-группа – это лидер. Именно на концерте такой личности я и побывал. Бутусов – явный лидер и энергетически мощная личность. И именно поэтому зал был полон под завязку и воодушевленно подпевал всем его песням. Концерт играли четыре человека. Сам Бутусов на фендере телекастере. Гитарист – Слава Суори, который играл на Гибсон Лес Поле. Бас-гитарист – Руслан Гаджиев, периодически использовавший то Fender Precision, то Fender Jazz Bass. И барабанщик Денис Маринкин. Но на какой ударной установке он играл, я не рассмотрел. Работали слаженно, без проколов. Все звучало как тогда, в 80-е годы. Видеоряд сзади был простой, но хорошо гармонирующий с музыкой и напоминающий о времени расцвета Наутилуса, а также о фильме «Брат» с Сергеем Бодровым, который стал культовым, в том числе и благодаря музыке Наутилус Пампилиуса. Публика была в восторге. Теперь выскажу несколько своих критических замечаний по поводу работы группы в концерте. Может быть, они им пригодятся. До этого, побывав на концерте Гленна Хьюза из Deep Purple, я сказал, что критиковать патриархов больше не буду, так как в этом нет никакого смысла. Они уже свое сказали, их музыка является отпечатком истории, и меняться они не собираются. Но это я говорил о тех, кто уверенно приближается к 70-ти, а то и 80-летнему юбилею. А Вячеслав Геннадьевич Бутусов, несмотря на свой патриархальный статус, еще совсем молодой, лишь на полгода старше меня, ему только 58. Он еще в состоянии меняться, может быть. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому критиковать его я буду. Да простит меня он сам и его многочисленные поклонники. В свое оправдание могу сказать лишь то, что я и сам являюсь поклонником его таланта, а также то, что никакие музыкальные критики ему этого не скажут. И начну со своих детских воспоминаний. Этот концерт, помимо напоминания о тех чувствах, которые охватывали нас, возмущавшихся застойным маразмом, навеял мне еще и детские воспоминания о том, как мы учились играть на гитарах, на отцовских семиструнках, переделанных под шести струнки, которые практически невозможно было точно настроить в силу конструктивных особенностей. Сидели в беседках или в подъездах, в зависимости от времени года, и разучивали аккорды. А затем ритмично бренчали, напевая незатейливые дворовые песни. Потом кто-то из нас научался играть соло на одной струне, на волосянке. Типа в траве сидел кузнечик. И мы уже играли вдвоем. Один ритмично бренчал аккордами, двигаясь по гармонии и создавая фон. А другой издавал звуки на волосянке. Получалась уже некая полифония, некая сложность. Чуть позже кто-то третий научался вести басовую партию на низких струнах. И это уже был целый ансамбль. Девчонки восхищались, дымя сигаретами во мраке подъезда. Вот так и появлялись наши первые рок-группы с песнями, как у чижа. Типа «Самолет мой набирает высоту» или «Шизгары». Это уже потом, слегка повзрослев, мы поняли, что бренчать, то есть таким образом вести ритм в группе, нет никакой потребности. Только грязь и шум создавать. Намного лучше, чище и самое главное, намного интересней, когда каждая гитара ведет свою собственную партию. Либо рифовую, либо сольную. А ритм, да и вообще всю музыку, спокойно держит на себе ритм-секция, то есть бас-гитара с барабанами. Но до этого доходили потом, с опытом игры, освистывания и провалов на всяких выступлениях. Естественный путь взросления, набирание мастерства, опыта и понимания того, как делается профессиональная музыка. Именно эти воспоминания навеял мне Вячеслав Геннадьевич, который на протяжении всего концерта прилежно бренчал на своем телекастере во всех без исключения песнях. Я сначала подумал, что он просто имитирует игру, а на самом деле гитара отключена, ну так, чтобы руки чем-то занять, для создания образа настоящего отважного рокера, чтобы картинка из зала была поинтересней. Ведь он же профессионал, и не может же просто так ненужные звуки добавлять в свою собственную музыку. Но потом прислушался, нет, все-таки бренчит. То есть сам добавляет шума в свои же собственные песни. Раньше профессиональные музыканты из филармонии вот такое ритмичное бренчание по струнам называли «чесать пузо». Ведь гитара же висит на животе, и поэтому, когда ты ритмично машешь рукой вверх-вниз, в такт вдоль живота, то получается, что как будто чешешь пузо. Вот Вячеслав Геннадьевич весь концерт этими занимался. Какие-то скрипки, где-то в милищи, как узкие плечи. Слушая наше дыхание, связанное новой целью, Вопрочая рассуда Бриллианты Дороги В движении стесняют одежды, Спокойно идут, Ведь никто не поверит в беду. Нет, я понимаю, что иногда басовой партии не хватает, чтобы подчеркнуть все гармонические нюансы той или иной песни. И тогда можно, да и нужно это сделать другими инструментами, в том числе и ритм-гитарой. Но если это делать беспрерывно, то в общем звучании появляются ненужные звуки, которые не несут на себе никакой нагрузки, а только добавляют шума. Тогда у меня возник резонный вопрос. Зачем они отгородили ударную установку стеклянной ширмой от других участников ансамбля? Ведь это делается исключительно для того, чтобы добиться чистоты и сочности барабанных звуков, чтобы к ним не подмешивались звуки других инструментов. Но в установке этой ширмы нет никакого смысла, если самому подмешивать в общий саунд-группы абсолютно ненужные шумы такой монотонной гитарной партии. То есть, вначале я подумал, что Вячеслав Геннадьевич имитирует игру. Но я ошибся. Вячеслав Геннадьевич вполне себе добросовестно исполнял ритм-партию во всех без исключения песнях. Ну или, как мы говорили в своем дворовом детстве, держал фон. Оказалось, все наоборот. Имитация была именно в установке этой стеклянной ширмы. Имитация современного подхода к звучанию группы. Мол, мы знаем, как делать качественный звук. Именно стеклянная перегородка как раз и была поставлена для картинки из зала. Смысла в ней не было никакого с беспрерывно брончащей гитарой. Поэтому перегородка не помогала. Общий саунд группы, на мой, конечно же, очень субъективный взгляд, был глуховат. Это если сравнивать с концертом того же Чижа и компании, о котором я недавно говорил в одном из выпусков «Своих мыслей вслух», где все звучало прозрачно и чисто, без всяких перегородок. Знаю, вы с возмущением и негодованием скажете мне, что такому большому художнику, как Бутусов, виднее, как играть свою собственную музыку. И я с вами полностью соглашусь. Конечно же, ему виднее. Но свои критические замечания по этому поводу я говорил не для публики, зная наперед, что меня будут оскорблять, а именно для этих ребят со сцены, если они вдруг случайно увидят мой блог. Мужики, судя по установке ширмочки, вы стремитесь к современному звуку, и это желание похвально. Но современного звучания не будет, если бренчать на гитаре. Бренчание на гитаре делает любую музыку архаичной. Вернусь к концерту. В итоге, при отсутствии клавишника и при той гитарной партии, которую вел Бутусов, вся мелодическая составляющая аранжировки создавалась и держалась на одном гитаристе, на том самом Славе Суори. Который реально пахал на сцене, как папа Карло со своим Лес Полом. Периодически беря в руки и акустическую гитару. Правда, на сцене стояли какие-то клавиши, но на них никто не играл. Лишь однажды бас-гитарист с перепугу, что ли, поддержал аккордами фон в какой-то песне. То есть, одного фона, который прилежно создавал Вячеслав Геннадьевич, им показалось мало. Поэтому бас-гитарист чутка подавил аккорды. Отсутствие клавишника заставило группу использовать фонограммную поддержку. Не часто, но все же подключались либо сольные синтезаторные бэкинг-треки, как в Олене Делоне, который не пьет фото-деколон, либо фоновые, так называемые пэды со звучанием синтезатора или симфонического оркестра, которыми дополнялось пространство композиции и создавались дополнительная глубина и объем. В этом нет ничего предусудительного. Я сам за использование электронной поддержки и различных компьютерных новшеств, чтобы звук на сцене был приличным. Но музыка у Наутилуса не хитрая и, на мой взгляд, можно было бы спокойно обойтись и без этого. Просто пригласить хорошего, пусть даже и сессионного клавишника. Кроме двух песен, ничего нового сыграно не было. Но никто ничего другого и не ожидал, так как даже из самого названия Goodbye America всем было понятно, что концертная программа будет чисто ностальгической, музейной, составленной из песен того, изначального, аутентичного Наутилуса Помпилиуса, который прекратил свое существование в далеком 1997 году. Поэтому все ожидания оправдались. Все исполнялось именно так, как тогда, в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. И публика была также оттуда, в среднем за 40 и выше, как ваш покорный слуга. Никакого нового прочтения старых песен не было. Если же говорить о двух новых песнях, то новыми их можно назвать только по времени создания, так как ни музыкально, ни поэтически ничего нового в них также не было. Они были исполнены все в той же стилистике хард-рока 80-х годов прошлого века. Одна была сделана на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение», а другая по мотивам бесов и идиота Достоевского. Вот тут бы и порадоваться за наших рок-музыкантов, желающих донести до народа великую русскую поэзию и литературу. Но меня такие вещи всегда настораживают. Потому что есть такие ребята, как Саша Васильев из «Сплин», который уверен, что Пушкин «Живи он сейчас», писал бы именно такие заунынные стихи, как у него и дружил бы с ним. Поэтому я очень надеюсь, что у Вячеслава Геннадьевича так далеко еще не зашло и эти две новые песни это лишь дань уважения к классикам, а не намек на равновеликость. Добавлю еще немного критики в адрес Крокус-Сити-Холла и его технических специалистов. Я уже не первый раз замечаю, что видеоизображение музыкантов на больших экранах по обеим сторонам сцены всегда идет с задержкой, с отставанием от звука. Из-за этой задержки получается, что барабанщик на видео все время стучит против ритма. Честно говоря, я не понимаю, как они умудряются задерживать изображение. Ведь электрический импульс перемещается по проводам со скоростью света, то есть 300 тысяч километров в секунду. Но это сильно ломает кач, особенно тем, кто сидит далеко от сцены, в амфитеатре или на балконе и не видит, как реально работают музыканты. Но несмотря на все мои критические замечания, концерт был хорош. И я, и моя супруга, и особенно наши общие знакомые, побывавшие на концерте, получили огромное удовольствие. Да думаю, вряд ли вообще кто-то пожалел, что пришел на это музыкальное мероприятие. Вот такие вот мысли вслух. А под конец, как обычно, я спою вам одну из своих песен. Называется она «Прикосновение вселенной» и исполнена группой Волощука СД традиционно, в классическом аутентичном рок-стиле. Любителям брончания на гитаре она удовольствие не доставит, так как детство у нас давно кончилось и мы разучились это делать. Поэтому они могут ее не слушать, а сразу начинать поливать меня различными мудреными словесами. Помните, как в старые добрые времена «Не слышал, не читал, не вникал, но осуждаю». Ну а вот любителям полифонической рок-музыки и хорошей поэзии надеемся, что доставляем удовольствие каждой своей песней. И еще, отвечая на интернет-комментарии всяких хейтеров про ту огромную пропасть, которая разделяет меня и тех, кого я критикую, скажу две вещи. Первое. Надо хорошо прислушаться к нашей музыке и поэзии, чтобы лучше понять, кто с какой стороны пропасти находится. И второе. Во всем нашем творчестве нет никаких намеков на равновеликость с кем бы то ни было. Это просто ни на кого не похожая рок-группа Волощука СД. На этом с вами прощаюсь до завтра, когда я буду подводить итоги четырех месяцев уходящего года. Ведь именно четыре месяца назад я оставил все, чем занимался раньше и посвятил всего себя только рок-музыке и поэзии. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть и услышать честный рассказ и анализ своих действий по продвижению вверх начинающего рок-музыканта, то есть меня. До свидания, друзья! Прикосновение Вселенной Хочу я чувствовать всегда За суетой за нашей бренной Нам плохо слышатся слова Не отнимай Не предавай Не убивай И не клятись родными Не унывай Не отступай Не осуждай И не бросай любимых И мы убеждаемся сами Когда вдруг душа заболит Что небо смотрит за нами И нам всегда говорит Не отнимай Не предавай Не убивай И не клятись родными Не унывай Не отступай Не осуждай И не бросай Любимых Не отнимай За нить Редактор субтитров Дорогин Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok